ДИАЛОГ ДИАЛОГ Приятно быть в студии. Давненько не был, поэтому с великим удовольствием сегодня приехал на этот эфир. Ну вот и хочу уточнить, вы были полтора года назад в этой студии, естественно, в качестве еще главы сельского поселения Медвежье Озерское. Воды много утекло с тех пор. Ну и не все наши зрители, наверное, знают, почему я представил вас как почетный гражданин Челковского муниципального района, который вы получили в конце прошлого года. Это каково быть в таком ранге? Не просто почетный гражданин, а последний почетный гражданин Челковского района. Ну да, потому что... Знаете, последний герой Советского Союза бывает, там последний народный... Следующий будет городского округа. Да. Ну, прежде всего, конечно, спасибо, что действительно оценили мою работу в Челковском районе. Она началась в 1972 году, когда я пришел с десантных войск в милицию, проработал 31 год в милиции полковником, ушел на пенсию. 16 лет вот проработал в Медвежке главой. Но заслуга не столько моя, а столько тех коллективов, которые всегда со мной работали. Потому что человек один сделать ничего не может. Поэтому я благодарен, скажем, своим подчиненным, которые работали со мной в милиции. Я благодарен администрации Медвежьих озер, которая действительно вот дала мне многое. Я пришел совершенно в направление деятельности. Пришлось учиться. Учиться у тех товарищей, которые действительно там работают. Вот Татьяна Петровна Ленинковская, которой я очень благодарен, она со мной была 16 лет. И она там проработала уже больше 30 лет. И сейчас возглавляет отдел Медвежьих озер. Ну, и вот мы так плавно подошли к тем самым изменениям, которые связаны, скажем, с реструктуризацией администрации городского округа Щелково. Ныне, да, это упразднение городских и сельских поселений, которые были, как бы, ну, частично самостоятельными муниципальными образованиями в составе нашего района. А теперь это территориальные отделы и территориальные подразделения. Вот в чем разница? Я посмотрел на сайте, у нас, вот, когда были городские поселения, да, теперь это называется территориальный отдел. А сельские поселения – это территориальное подразделение в составе администрации округа. В чем разница? Сергей, разницы почти никакой нет. Название там немножко связано с должностями муниципальных служб, не муниципальных служб. В отделах осталось во всех, а их 7, по 4 человека. Ну и тут нагрузка работы, которая на них сейчас возложена, я считаю, что немножко надо в дальнейшем рассматривать и штаты, конечно, добавлять. Для того, чтобы все-таки решать те же проблемы, которые решались, скажем, когда администрации были там где-то 17 человек, где-то 20-64, это немножко маловато, конечно, для того объема. Но если в целом посмотреть за преобразования, которые произошли в связи с этим, создание городского округа, вы знаете, когда проходили публичные слушания у жителей, у многих поселениях, в том числе и в том же Медвежьих озерах, было много сомнений, что будет ли лучше или будет гораздо хуже. Ну, прошло 3 месяца, жизнь на месте не стоит, движение идет, и движение, я считаю, идет вперед. Для того, чтобы люди, которые сомневаются и сейчас, слушая меня, думают, вот Владимир Николаевич тут говорит неправду, я с вашего разрешения буду говорить факты. Если посмотреть, вот давайте посмотрим 18-й и 19-й год, который вот как грядет и сейчас идет. Взять больные темы, которые в том числе и в Медвежьих озерах, если в других поселениях, это школьные и дошкольные учреждения. Потому что проблема есть, вторая смена в школе, есть нехватка мест в садах. Так вот, даже взять сельское поселение Медвежьи озера. Построено два садика. Если посмотреть вообще по Щелковскому району, был сдан детский сад в Гребнево, Гагаринский, и на сегодняшний день заложено в программе еще семь дошкольных образовательных учреждений. Если кому, зрителям, интересно, могу назвать там, где они будут строиться, потому что многие всегда говорят, вот опять, наверное, только в городе. Опять нас обделили. Да, Щелково-3, улица Селковского. Значит, там детский сад на 140 мест. Но там сейчас есть детский садик. Еще один будет, потому что детишкам некуда ходить. Наверное, хорошо у нас рождаются, это неплохо. Центральная улица, зимеет тоже детский сад на 150 мест. Микрорайон Богородский, это Щелково-7, где тоже проблема с детским садом, там будет на 190 мест построен садик. Дальше Финский микрорайон, тоже люди давно ждут. На 125 мест. Дальше еще Финская улица Школьная, еще 200 мест, два детских садика. Деревня Оболдина, Загорянка тоже, соответственно, растет поселение. Вы знаете, там идет строительство микрорайона. Варюшки, довольно-таки современного, соответственно, там тоже будет построено. И хотя там есть уже платный детский сад, еще будет бесплатный. И, соответственно, Щелково-4 на Бахче тоже будет построен седьмой детский сад. Это семь объектов, которые заложены, они уже, в принципе, по ним ведется работа. Есть дорожные карты, где четко прописано у меня, там уже закреплены земельные участки, имеются проекты. То есть это, в общем-то, не сказка. Это быль, которая будет воплощаться вот в наше время, вот в предыдущие года. Ну, а сроки примерно там указаны, вот в той же дорожной карте? Указаны по-разному, по-разному, где-то указаны. Но до 2021 года, соответственно, эти объекты должны быть построены и сданы. То есть за два года? За два года, да. Если посмотреть теперь другое школы, да, тоже, в принципе, больная тема. И больная тема в плане в том, что действительно, ну, в наше время как-то стыдно, что ребята учатся, детишки в две смены. Давайте посмотрим, что сейчас ведется. Ну, опять родное поселение, пристройка к школе, она называется так, на 275 мест написано. Хотя она, как кубик-рубик, она готова принять, в соответствии со всеми санитарными нормами, где-то 450 учеников. Это вместе со старой школой? Нет, старая отдельно. Это новое строение. Значит, там, соответственно, современный большой спортивный зал, зал для торжественного проведения мероприятий, соответственно, в общем-то, современная школа. Готовность на сегодняшний день 78%. Вы в субботу были на встрече главы округа Сергея Викторовича с жителями в Медвежках. Там активные мамаши обратились внимание, что у них были сомнения, что будет ли достраиваться школа. Где Сергей Викторович категорически и твердо сказал, что школа к первому сентябрю будет открыта. Все связано с тем, что еще когда будущей главой там зашли, выиграли конкурс, немножко непорядочные строители, которые с Ростова, они, я так понял, пытались покорить стройплощадки Московской области, но не рассчитали свои силы. Поэтому на сегодняшний день там контракт будет расторган, уже в ближайшее время будет проведен новый конкурс и придет фирма, которая действительно уже там работает. Довольно-таки солидные ребята работают и, в общем-то, эта школа будет сдана. Дальше микрорайон Солнечный, который я знаю, что все ждали с нетерпением. Я, когда еду на работу, всегда обращаю внимание, что буквально вот за этот год уже здание стоит, само корпус готовый, уже идут определенные отделочные работы. Это большая школа на 110 мест. Дальше. Средняя школа тоже на 1100, вернее, извините, мест. Это Жигалова, которая, вы знаете, что тоже заложена. Вы, наверное, там были, делали съемки. Соответственно, она тоже идет. Новый корпус на 550 мест, это Щелково-Институтская, соответственно, объект, который будет заканчиваться на следующем году. Но это 11-я школа. Дана, да. Дальше. Школа на 275 мест, это улица Шмидта. Соответственно, то же самое, она в следующем году должна быть сдана. Общеобразовательная школа на 825 мест, это Потапово-3А, микрорайон Финский. Значит, соответственно, строки строительства школы до 2021 года тоже, в принципе, уже буквально вот, уже проект закончен. И, соответственно, я думаю, скоро будет отыгран конкурс. Ну и, соответственно, еще одна школа, это в новом городке, в Медвежках, на 550 мест. Строки строительства тоже начинают, вот, 19-й год, проектная документация должна быть закончена. А в 2021 году эта школа должна начать работать. Это вот, если посмотреть одни, дальше вне бюджетной источники, потому что эти все школы будут строиться за бюджет Московской области и, соответственно, Щелковского, уже не Щелковского, а Щелковского городского округа. Ну, все равно городской округ Щелково. Да. Потому что два варианта рассматривали, когда утверждали это название. Хотя в разговоре, конечно, я думаю, можно говорить, что и Щелковский округ. Это пристройка в Щелково-Парковое на 500 мест, соответственно, тут срок немножко 2002 год сдачи объекта. Значит, долго ждут это Клюквино, Огоневское поселение. Там, значит, тоже школа на 160 мест, которые, соответственно, тоже очень ждут жителей данного поселения. Объекта здравоохранения, которые, соответственно, есть вот перечисление, сколько сделано, в каких больницах. Ну, мы сами с вами родились здесь и жили, и живем. Мы знаем, какие были условия для больных. Сейчас можно зайти почти в каждое отделение, посмотреть, это, в общем-то, ну, дворцы какие-то сделаны. Не считая перинатального центра, который, я считаю, вообще гордость Щелковского района и Московской области, благодаря губернатору, который поддержал, в общем-то, и эту идею построить этот перинатальный центр в Щелкове. Мы, я думаю, об этом говорить даже, в общем-то, уже без толку, потому что он уже свои результаты имеет. По-моему, у нас в ближайшее время там родился, по-моему, шеститысячный ребенок. То есть приятно, но ведь надо сказать, с другой стороны же, не только наши мамаши из Щелковского района, а по сути дела приезжают в ближайших районов, чтобы вот здесь дать жизнь нашему будущему поколению, правильно? Физкультура, дальше, фельдшерский кушерский пункт, деревня Душеново, Вогоднево. Соответственно, будет объект введен в декабре 2018 года, который сейчас должен принять врача, который чтобы там работал. Диализный центр на Краснознаменске, вы тоже знаете, что, в общем-то, нужное... Один диализный центр открыли, на Пролетарском проспекте, и теперь очередь за вторым. Да, он планируется сдать его в конце 2019 года, сроки его готовности 72%. В общем-то, я считаю, даже сейчас, который открыли, люди раньше ездили в другие районы для того, чтобы принять эти процедуры, а это, в общем-то, чуть ли не ежедневные, это очень было неудобно. Посмотреть физкультуру спорт. Значит, мы прекрасно знаем, и я даже немножко чуть завидовал, это Огнево, который открыли свой ФОК. Единственное, наверное, что я в медвежках не успел доделать, я вот думаю, сейчас, если спортсмены меня слышат, скажут, Владимир Николаевич, мы все-таки надеялись, что у нас будет ФОК. Ну, с ФОКом немножко не получилось, хотя в этом году в бюджетные деньги заложены, мы планируем к концу года, вот на нашем стадионе, где есть искусственное покрытие, одно футбольное поле, а второе, соответственно, площадка, где баскетбол, волейбол, большой теннис, так вот, мы планируем в этом году его сделать под крышей, чтобы там зимой детишки могли наши тоже круглосуточно заниматься в этом объекте. То есть и отопление там будет тоже? Да, да, соответственно. Не только навес, как говорится? Не только навес, да. Ну, вообще, грех жаловаться вам, Владимир Николаевич, уж в Медвежьих озерах-то как раз со спортом всегда было очень хорошо, и стадион, наверное, лучший был во всем районе, так скажем, среди тех поселений, которые были, да, и зал для единоборств у вас универсальный. Сереж, ну, человек всегда хочет больше и лучше. Понятно. И знаю вот наших спортсменов, руководителя физкультурно-спортивного клуба Медвежьи озера Массажерского Николая Григорьевича, он сам мастер спорта по тяжелой атлетике, человек, который не останавливается на месте, он говорит, надо и дальше развиваться, и желательно, чтобы у нас бассейн был. Поэтому место под бассейн мы освободили, это в новом городке, где был дом офицеров, который разрушен, упал, мы место освободили, землю под эти цели есть, будем дальше думать, где найти, может быть, за счет коммерсантов сделать, но так, чтобы были услуги бесплатные для наших жителей. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Загорянке, соответственно, он уже сдан, это в Варюшках, вы знаете. Это коммерческий вариант, да, но в то же время, в принципе, тоже рядом на Загорянке можно пойти поплавать, вот буквально, они сейчас, по-моему, получают определенные документации остальные, и, соответственно, будет. Давно, в общем-то, висит в программе это ФОК с бассейном Фрянова, это коммерческий вариант по программе «Газпром-дети». Значит, там были проблемы с оформлением земли, буквально на той неделе мы получили бумагу уже по подтверждению определенных, миллионах, поэтому дальше будем формировать земельный участок и все-таки будем надеяться, что «Газпром» во Френове тоже для детей построит, соответственно, вот это вот спортивное учреждение. Соответственно, есть планы дальнейшие. ФОК с бассейном микрорайон Щелково-7, значит, сдача будет объекта в 2021 году. То есть это все, ну, вот буквально, ну, не на днях, да, но в ближайшие два года. То есть это не мечта, это уже подтверждено, скажем, соответственно, проектными документациями, выделение земельного участка, значит, соответственно, имеются финансовые средства в подтверждении. ФОК с залом для спортивной гимнастики в городе Щелкове, который, в общем-то, тоже давно ждут, потому что у нас действительно вот нету отдельного зала для занятия спортивной гимнастики. Значит, сроки проективного строительства объекта тоже до 2021 года. То есть это реальные, соответственно, сроки и реальные темы, то, что будет строиться. Стадион для регби в Монино, вы сами понимаете, этот объект... Этот долгострой уже... Долгострой, да. На сегодняшний день работа выполнена на 45%. Ориентировочно к концу этого года первый этап строительства должен все-таки быть издан. Это цель, поставленная из задачи правительства Московской области. И, в принципе, по данному объекту там он на контроле, и часто его посещают довольно-таки большие люди из спорта, которые, в общем-то, я думаю, добьются, чтобы этот объект там появился для нашего прославленного регбийного клуба, потому что летчики всегда славились. И, соответственно, также то здание, там плавательный бассейн, соответственно, реконструкция в ПГТ Монино. Там большой бассейн был, соответственно, был, когда вот такие черные дни были, он немножко был разрушен, соответственно, по нему сейчас работы будут вознавлены, и, соответственно, он будет сделан. Это вот в рамках то, что я сказал, но на этом не заканчивается, потому что у нас есть действующий Дом культуры, который, соответственно, есть в программе, на них выделены большие деньги с правительством Московской области для реконструкции и для ремонта. Это тот же Дом культуры, опять же, Дом офицеров в Монино, на которого там, в общем-то, приличная сумма. Но там ремонт уже идет, да? Идет частично, да, потому что очень большое здание, если посмотреть его параметры, там площадь 6 тысяч квадратных метров, только зал на 1360 посадочных мест, поэтому площадь, в общем-то, ремонта большая. Ну, Дом-то, можно сказать, как и архитектурный памятник, наверное. Все правильно, да. Эпохи конструктивизма. Да, да, да. Он сохранится в таком же виде, но единственное, конечно, внутри будет начинка уже современная, современные будут отделочные материалы, что он действительно выглядел красиво и современно, и удобен был для жителей. Дальше дворец культуры имени Чкалова. То же самое, вы знаете, известный дворец культуры. Бывший гарнизонный Дом офицеров. Да. Ну, хотя выглядит он все равно сейчас нормально. И Фаеева там очень красиво. Опять же, на него, значит, тоже имеются выделенные суммы, если вот сказать, тайны нету, запланировано 197 миллионов рублей, для того, чтобы привести в ближайшее состояние, чтобы жители, которые, а там вы сами достойные, люди живут, они у нас все достойные люди, но там достойные военнослужащие, пенсионеров много, вы знаете, что много космонавтов жило на Чкаловском. Поэтому, я думаю, даже имени Чкалова уже об этом много говорит, поэтому он тоже будет приводиться в соответствующее состояние. Ну, а закрываться он будет на время ремонта, нет? Там ведь достаточно много всяких кружков и секций работают, и мероприятия проводятся. Нет, ну, я сложно сказать. Дело в том, что это строители могут действительно займутся восстановлением кинозала, а остальные помещения будут постепенно. В принципе, по ходу работы это все будет видно. Теперь, если вернуться по здравоохранению, соответственно, тут много, где что, ремонтов будет. Щелковская городская больница первая. И, соответственно, там корпуса будут ремонтироваться. Там будут переделываться на Парковый тоже корпус больницы номер два, Монинская больница. Хотя мы прекрасно с вами знаем, что сейчас медицина переведена в подчинение ранг правительства Московской области, но в то же время медицинские учреждения как ремонтировались, так ремонтироваться дальше будут. Я вкратце, потому что здесь много можно говорить, читать, тут все цифры прописаны, довольно-таки приличные суммы будут вкладываться в ремонт. Дальше большие ремонты будут проходить в дошкольных и школьных учреждениях действующих. Вот если взять, к примеру, детский сад Родничок. Соответственно, он тоже в программе, много будет проведен работ. Мы сами понимаем, что эти работы в основном проводятся, когда летом детишки не ходят в эти учреждения, чтобы не мешать процессу, который там происходит. Дальше школа Руденко в Монино. Там, в общем-то, тоже сумма 50 миллионов. Там много будет проводить ремонт тоже в этой школе. Загорянская школа тоже 47 миллионов, соответственно, будет. Дальше, если посмотреть, Россия, Росинка, детский сад в ремонте будет. То есть вот этим, что я вот сейчас сказал, я хочу, чтобы люди поняли, чтобы вы все видите, что действительно все поселения, которые есть в Щелковском городском округе, они не страдают от того, что стал округ. Дальше, если посмотреть, ну, еще есть определенная тема, тема благоустройства, которая, соответственно, я, к примеру, мы можем, в Медвежках, опять, извините, возвращаюсь, мы в прошлом году сделали комплексное благоустройство. Это юбилейные 10, 11, 12, 13 дома, где, в общем-то, комплекс в себя включил все элементы, которые сейчас требуются по комплексному благоустройству. А что туда входит? Ну, понятно, освещение? Детские игровые площадки, спортивные площадки, автостоянки, освещение, замену, мы заменили вседорожное полотно, как пешеходные тротуары, кое-где сделали озеленение. То есть, в принципе, вот это... Камеры видеонаблюдения. Обязательно. И все игровые площадочки, детские. Больше того, мы там сделали тренажеры, спортивные тренажеры, большую площадку, где часть тренажер детские, а другая часть для взрослых. Дальше мы сделали там мини-футбольное поле с искусственным покрытием, где можно в футбол, в баскетбол играть. Оно, соответственно, сеткой закрыто. То есть, вот это вот комплексное благоустройство, так называемое, она нам обошлась вместе с правительством Московской области. 22 миллиона. Единственное, там сейчас, я надеюсь, все-таки водоканал сделает ливневую канализацию, чтобы убрать водичку, которая там стоит, для того, чтобы было все хорошо. Если посмотреть, вот на 2019 год запланировано благоустройство 40 дворовых территорий с полностью, вот со всеми элементами, которые должны быть. Значит, по городу Щелково 24, Огуднево 1, Фрянова 4, 5 Монина, Гребнево 1, Загоренко 2 и Трубино 3. То есть, вот такой комплексное благоустройство территории будет проводиться во всех, как видите, поселения. Почему? Потому что, в общем-то, жители просили голосовать, вы знаете, было голосование. И, соответственно, там, где больше голосов подано было, их включили вот в план выполнения работ. И в 2019 году наше управление ЖКХ будет контролировать, будут проведены вот эти вот работы. Эти цифры вы назвали это на текущий год? На 2019 год, да. То есть, 40 дворовых территорий будет отремонтировано и сделано в 2019 году. Хотя программа имеется до 2002 года, где, соответственно, в следующие годы будут смотреть необходимость где-то делать вот эти элементы, и они будут продолжаться там, соответственно, делать. Это вот тоже все живые и все то, что подсказывает, что ни одно поселение не будет обижено. Большая работа планируется в этом году по дорогам. Соответственно, большие суммы выделены из бюджета Московской области и с местного бюджета. Я могу зачитать, чтобы тоже люди не обиделись, что сказали опять город Щелково и все. Вот город Щелково будет 9 улиц. Отремонтирован, положен новый асфальт. Медвежки 5, Гребнево 5, Огуднево 7, Трубино 3, Мунино 4. То есть, там, где есть необходимость, соответственно, в этом году есть программа, есть дорожная карта. Как только погода позволит, будут отыграны конкурсы. И, соответственно, за лето вот эти все в поселении улицы сделаны. Есть список, где эти улицы... А Фрианово не входит? Фрианово в этом году нет, потому что они просто куда-то укладывали. Поэтому тут и вы знаете, что, в общем-то, это необходимое, как получилось, что объекты, списки составлялись. Это опять по желанию жителей, которые, соответственно, указали, где это необходимо. Я, скажем, по нележкам четко знаю те улицы, которые действительно необходимы. Есть перечень. Ну, долго зачитывать, я думаю, не надо. По каждому поселению могу зачитать каждую улицу. Но, в принципе, это тайны нет. Есть, кому интересно, управление ЖКХ администрации всегда может сказать перечень улиц, которые в этом году приведены будут в соответствующее состояние. Вот, видите, буквально, вот, коротко я подвел то, что действительно городской округ не принес ничего плохого для наших жителей, всех поселений, как городских, так сельских. Спасибо, Владимир Николаевич. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» советник, эксперт главы городского округа Щелкова по вопросам ЖКХ и развитию территории Владимир Канахин. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Готовьте свои вопросы. Телефоны 567-1440, 567-1450. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня советник, эксперт главы городского округа Щелкова по вопросам ЖКХ и развития территории Владимир Канахин. Еще раз здравствуйте, Владимир Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, естественно, в сфере той компетенции, за которую отвечает Владимир Николаевич. Первая половина нашей программы была такая насыщенная, Владимир Николаевич, что даже ни одного звонка не было. Столько информации нам полезной назвали о том, что нас ждет в ближайшие два года. Городской округ Щелкова, как мы будем развиваться. Я имею в виду, конечно, тот вопрос развития территории. Я думаю, что чем больше жители знают, что будет, у нас секретов нет. Я думаю, эта информация нужна всегда. Ну, это вот, так скажем, была отдаленная, относительно отдаленная перспектива, да, и то, что будет в этом году, в 2019 и до 2021 года. Ну, а вот ближайшие планы. У нас предстоит весеннее благоустройство территории. Я имею в виду, конечно, это субботники весенние, которые должны завершиться к майским праздникам. Они уже начались. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, который мы снимали как раз в минувшую субботу, о том, как проходили эти мероприятия в некоторых, по старинке скажу, поселениях ныне городского округа Щелкова. Давайте посмотрим, потом тогда перейдем к комментариям на это. С удовольствием. Вместе за чистое Подмосковье настроение весеннего субботника подхватили жители села-деревень городского округа Щелкова, наводили чистоту вокруг общественных центров и вдоль дорог. Исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Сергей Горелов вместе с заместителями и представителем МОС Автодора побывал в деревне Богослова. Антимусорный десант из числа муниципальных служб убирал обочины дороги Соборова-Богослова. Солнышко для нас. Потрудиться всегда приятно. Почему нет? Для себя же в первую очередь трудимся. От Соборова до Богослова убирать будем территорию с одной стороны, с другой по дороге. Много мусора? Ну, видите, прилично. В Литвинове, Нишневе и Трубино бригады работали на территории Дома культуры. Собирали прошлогоднюю листву, помогали весне топить снег, а заодно местной дорожной службе. Сегодня коллектив работает от Мазимы. Всегда помогаем Сергею Александровну. Мы с ним общие понимания нахудиваются. Мы вот как раз об этом говорили, что у него сил своих не хватает. Не хватает. Вышли на субботники жители Загорянского. Сегодня, значит, у нас убираются соцобъекты. Это спортивный клуб «Спартак» и Сергей Алазо, дом 7, там культурно-досудовый центр нашли, большой. Дополнительно сейчас я лично убирал с коллективом нашей земельщики из администрации. Промышленность были и архитектура. Мы с ними сейчас убирали улицу Калинин, вот при стационной площади в сторону Щелково. В Загорянском со стихийными свалками решили бороться, устанавливая в оживленных местах перехватывающие контейнеры. Жителям администрации предлагают вместо рвущихся пакетов на заборах один раз купить передвижные контейнеры для бытового мусора. Очень много сотрудников администрации, сотрудников муниципальных учреждений, предприятий. Все форм собственности вышло сегодня на очередной субботник. Очень большую работу проводят предприятия «Мосавтодор», потому что у них очень большие задачи. Очень большой объем тех работ, которые необходимо выполнить после зимнего периода. Словом, субботник еще продолжается. У нас 20 апреля будет общеобластной субботник, на который, уверен, выйдут еще и дополнительно все жители. Михаил Михайлович, прежде чем начнем говорить сейчас о субботниках и комментировать сюжеты, предлагаю послушать нашего зрителя. У нас поступил звонок как раз во время репортажа. Приоритет отдаем зрителям, потом вернемся к этой теме. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да, говорите, пожалуйста. Вот, добрый вечер. Я услышала, вы про школу говорили. Нас очень волнует школа в Солнечном. Откроется ли она в этом году или нет? Значит, я вас понял. Вот открываю данные, где написано, что написано так, третий квартал 2019 года. Значит, эти мне данные давали строительный блок. На сегодняшний день я уже сказал, что готовность на 39%. Поэтому ждем надеждами. Ну, вы сами понимаете, школа очень большая и, соответственно, работы там должны быть выполнены очень большие. Но, еще раз говорю, что мы ее ждали с вами, наверное, не один десяток лет. Да, ну, к первому сентября, наверное, вряд ли, да, если по... Ну, да, дело в том, что надо пояснить, что после окончания строительства ее нужно сдать, получить лицензию, наполнить мебелью. Вот сложность в чем. Ну, вообще-то, вот по плану, как написано, что третий квартал 2019 года планируемый срок. Ну, понятно, что третий квартал... Ну, это сентябрь целиком. Сентябрь, да. Поэтому дальше сдача объекта, лицензию. Ну, в общем-то, надеемся на лучшее. Потому что я еще раз говорю, что я каждый день, когда еду на работу, вижу, что она растет действительно здорово. На глазах. На глазах, да. Ну, давайте вернемся к сюжету, как раз к весенней уборке мусора. Интересная тема там прозвучала по поводу как раз загорянки, что предложили вместо пакетов закупать контейнеры. И они на это идут, да? И как обстоят дела в других населенных пунктах? Вы знаете, ну, прежде всего, мне всегда бывает стыдно за наших жителей, которые вот любят тыкать. Вот там мусор валяется, там пакет валяется. Я всегда, вот, где не проводил собрание по этой теме, вот, даже в тех же «Медвежках», я обычно говорю, дорогие товарищи, нам с Луны пакет не скинули. Это наш образ жизни, к которой мы относимся вот там, где живем, ну, извините, грубо сказать, безобразно. Правильно? Поэтому то, что даже вот было собрание, там говорят родители много, а почему мы должны в школе, в детском саду убрать территорию? А что тут зазорно? Ваши дети туда ходят. Неужто вам неприятно прийти в компанию вместе с теми же детишками, которые бегают, убраться, навести порядок? Вы сами должны видеть, что вот на сегодняшний день уже два субботника было проведено. Нет секрета, что наши подчиненные все тоже работали. Больше того, вот в предыдущую субботу за нами, за администрацией, за каждым управлением были закреплены платформы. Вот, к примеру, два управления, это земельное отношение имущества, которые я курирую, они убирались вместе со строительным блоком и инвестицией за горянку. Мы собрали 50 мешков мусора. Мы же не стесняемся чиновники идти убирать, потому что ничего зазорного в этом нет. Посмотрите поселение. Вот показывали Углову Виктору Николаевичу. Ему 69 лет, он тоже ходил, убирал субботник. Ему тоже не зазорно. Поэтому вот от того, как мы хотим видеть наш город чисто, и мы хотим это сделать не только чужими руками, но не всю дорогу там, извините, грубо говоря, узбеки должны убирать, правильно? Я считаю, каждый человек, частный дом у своего дома, предприятия, учреждения, торговые объекты у своих объектов, не только деньги зарабатывают, но и наведите порядок, посадите какие-то деревья, покрасьте, потратите небольшие деньги. И приятно, когда вот действительно мы проезжали с объездом по деревням, деревенские люди больше выходят и лучше убираются, чем городские почему-то. Может, у них мусора еще меньше? Ну, какая разница, работает? Вот мы ездили, богослово, было приятно смотреть из окна автомобиля, что там убирают, там убирают детишки, мамаши молодые. То есть люди желают, чтобы было у них чисто. Если посмотреть общие итоги, потому что, ну, мы, соответственно, имеется у нас подведение итогов, чтобы мы видели все-таки активность, как оно идет. Вот за два вот этих прошедших субботника участие приняло 3350 человек, соответственно, это муниципальные служащие и управляющие компанией разных форм. Потому что, ну, частный сектор мы не можем посчитать, сколько жителей вышло, хотя можно сделать, как бы, итоги вот объезда. Мы с главой проехали, значит, Гребнево, Трубино, Загорянку и Медвежки. Соответственно, мы видели, где, как идет уборка, а мы видим, что она действительно идет активно. И вот немножко постыдили мы дорожника, потому что получается, что кое-где мы территорию убираем, которую должны убирать дорожники. Но, с другой стороны, вот опять же прозвучала такая мысль, да, что и помогли им все-таки заодно тоже. Потому что они не справляются, у них все нет. Конечно, если посмотреть, убрали 180 дворовых территорий. Это, в принципе, те данные, которые действительно вышли активные управляющие компании и привлекли их жителей. Они выставили им там мешки, грабли, перчатки, кое-где там, может быть, чай поставили, потому что, в принципе, погодка-то была тоже еще не такая летняя. Но, с другой стороны, мы видим, что активность есть и что город преображается. Действительно его видно по частоте. И мы надеемся, что вот те организации, хартия, которые вывозят мусор, будут поактивнее вывозить то, что мы собрали на субботниках. Чтобы они не стояли, чтобы их там собаки не порвали, соответственно, чтобы было. 43 малых архитектурных формы. Это, соответственно, какие-то там маленькие вот... Это уборка именно? Это уборка была произведена. Опиловка деревьев, значит, уже 192 штуки деревья. Мы опилили те ветки, которые уже надо убрать, соответственно. 66 уже воинских захоронений приведены в надлежащее состояние. Я даже вот буквально где-то в пятницу проезжал в Медвежке, опять посмотрел. И вот на трассе, который памятник, он уже, в общем-то, выглядит, его останется там, может, где-то подкрасить. То есть там уже все вычищено, чисто, красиво. Мы в Литвиново видели также этот памятник, который действительно уже приведен в порядок. То есть, соответственно, уже готовиться, чтобы к Дню Победы меньше было вот таких неисполненных работ. Чтобы нам не стыдно было перед теми ветеранами. Ну, и чтобы авралов не было. Да, а их осталось, вы сами знаете, гораздо меньше. Дай Бог им всем здоровья, чтобы они подольше жили. Но в то же время мы должны им показать, что мы помним. Что мы помним эти вот тяжкие дни, которые они пережили, правильно? Что мы их уважаем не только в День Победы, а вообще. Для того, чтобы люди действительно отдали много. Если посмотреть, вывезено было 67,5 тонн мусора. Это уже собрали за два дня, которые проводили субботники. Соответственно, я надеюсь, вот мы и эту субботу будем работать. У нас опять за каждым закреплены определенные объекты где. Но я надеюсь, что и жители примут активно. Я их просто вот прошу и призываю. Давайте наведем порядок там, где мы живем. Давайте наведем порядок, где живут наши дети. Давайте наведем порядок в том, в каждом населенном пункте, который есть малой родиной, большой родиной. Но что действительно, чтобы нам не стыдно было, что вот действительно у нас чисто. Что мы действительно люди культурные и понимаем, что вот это безобразие нам, ну, не очень нас украшает. А что город становится красивым, вы прекрасно знаете. Посмотрите, какая набережная. Улица Паркова, фонтанные группы, да. То есть для людей делается многое, чтобы люди видели, что забота о них ежегодная, ежедневная. Да, ну, где-то все не сделаешь. Сами понимают, что если взять, ну, вот я, мне там 68 лет, я прошел периоды 90-х лет и другие становления. Да, где-то что-то упустили. Но сейчас идет такое активное в жизни движение. Посмотрите, привел школы, садики. Здравоохранение поднимается. А это больная тема. Дело в том, что, чтобы улучшить продолжительность жизни наших граждан, должны быть условия, чтобы каждый мог своевременно найти свою болячку. Мог где ее вылечить. Поэтому я считаю, что вот незазорно будет, смогут в эту субботу выйти, мы будем рады. 20-го, это все, союзный субботник. И там, я думаю, что ни для кого не секрет, когда Ленин нес бревно, многие там говорят, это вот показуха. Ну, извините, это может быть и не показуха. Мы не можем об этом говорить. Но факт, что у нас глава района Валов всегда работал, Сергей Викторович, тоже мы выходим все на субботники. Нам не стыдно, еще раз говорю. Потому что нам приятно, когда видно свои труды, которые воплощены в благоустройстве, в красоте какой-то. Поэтому я прошу всех и призываю выйти активно на субботники. – Владимир Николаевич, еще один такой вопрос в продолжении темы, в продолжении субботнего объезда Сергея Викторовича Горелова наших территорий. В этот же день после объезда состоялась первая встреча, опять же, главы округа с населением в родных для вас медвежках. Вот если можно чуть подробнее, какие вопросы интересовали жителей? – Ну, вы знаете, я думаю, что вопрос главный был поставлен, и он был во главе всего вот этого собрания с жителями. – Это школа. – Это школа. Значит, там есть активный родительский комитет, возглавляет его Ионова Ирина. Значит, такая женщина, в общем, тоже имеет детей там, ни одного. Она очень активная. И, в принципе, вот мамаши, которые там существуют, они очень дружные и следят за строительством школы. Их волновала эта тема, что старая школа уже не исправляется. И мы долго ждали, мы пробивали довольно-таки долго эту школу и в садике. И когда, представьте, приехал губернатор Московской области Воробьев, а в медвежках он был довольно часто, вдруг вместо одного садика появился второй. Вместо пристройки к школе, которая идет, запланировано еще одно строительство школы. То есть даже на маленькой территории губернатор видел, что, потому что, а мы с Алексеем Васильевичем к нему подошли, и я, как глава сельских, обозначил эти проблемы и говорю, вот-вот, вот это надо помогать. Соответственно, движения пошли. Вы знаете, что у нас есть и репутационный центр «Мать и дитя», это был Ашхихинский филиал. Мне приятно на нашей территории, потому что действительно там дети больные, их там лечат и учат. Поэтому та встреча, там было где-то 70 человек активных, она прошла довольно-таки в нормальном, в дружеское отношение. Сергей Викторович лично сам вел с ними диалог со сцены. Вопросы были вот по школе, но уже приедя туда, он получил данные, которые озвучил уже сам там. Что, значит, те проблемы, это ливневые канализации, которые я озвучил, соответственно, уже поручения даны для того, чтобы летом разобраться с ней. Это пешеходный тротуар, который должен дойти до войсковой части, до проходной, до десантников, потому что проход там по дороге не совсем безопасный. Да, и дорога там не очень такая ровная. Нет, дорога новая. Не очень ровная, я имею в виду, что она с поворотами, с опасными. В прошлом году, значит, соответственно, в бюджет денежки были заложены, но мы не смогли в прошлом году выполнить эту работу, потому что, я уже говорил, большие комплексные работы были в микрорайоне. Он про это сказал, что, соответственно, будет в этом году она сделана, действительно, денежки заложены и уже конкурсная документация есть. Он озвучил, мы три года назад в Министерство здравоохранения Московской области передали санитарную часть, которая была в Новом Городке, в Министерство обороны, передали нам, и мы, соответственно, списались с Минздравом, и они согласились и с нами, потому что, ну, амбулатория уже тоже не справляется, что надо открыть либо вторую амбулаторию, либо поликлинику. Мы передали это здание, соответственно, Минздраву. Они в прошлом году объявили конкурс, но было неприятно, конечно, то, что немножко техническую документацию, которую готовили они, они сделали не очень грамотно, и получилось, был отыгран конкурс, уже фирма была, которая выиграла, но получилось, что здание ремонт включили, а то, что теплотрасса, канализация и вода там все ржавой, ее забыли включить. Поэтому конкурс был отменен. В этом году уже, соответственно, вот сейчас объявляется конкурс, деньги заложены на все работы, и они его планируют к концу года закончить. Больше того, могу сказать, и по школе, и по амбулатории уже частично оборудование закуплено как в школу, так и оборудование некоторых каких-то препаратов, каких-то приспособлений, я уж не знаю, тоже закуплено и на амбулаторию, они уже есть закуплены и лежат, поэтому, в принципе, вот тема была больная. Ну, были там всякие мелкие вопросы, которые, в общем-то, особо они не горящие, но с понятием. Я считаю, что встреча прошла довольно-таки нормально, и люди ушли довольны с пониманием. Даже Игонова, когда встала и сказала, мы вас будем контролировать, как вы выйдете в школу, зал даже засмеялся, потому что уже народный контроль вернулся на Медвежо-Озерскую территорию в виде Игонова, и что она будет следить, как будет идти строительство школы. А действительно, буквально к концу месяца количество рабочих будет увеличено довольно-таки прилично. Владимир Николаевич, у нас осталось не так много времени, буквально 5 минут. Вот сегодня такой, можно сказать, знаменательный день. Ровно 3 месяца, как образован городской округ Щелково, ну и, соответственно, и вы получили новую должность. 100 дней еще нету, да, обычно принято отмечать 100 дней в должности, пока немножко меньше, но все равно ровно 3 месяца. Вот если можно, скажите, для вас, понятно, тоже работа с людьми, как это было и в Медвежьих озерах в течение 16 лет. Ну вы, я знаю, всегда открыты для всех, да, у вас нету таких вот, может быть, официально есть они, да, приемные часы, да, но я знаю, что прийти к вам можно в любое время, ну понятно, не дня и ночи, да, но рабочего дня. Вот если можно, коротко, вот люди к вам приходят много и какие основные вопросы? Сереж, дело в том, что, ну спасибо за слова, сказаны в мой адрес, но дело в том, что сейчас немножко полномочия пересмотрена, буквально 2 месяца назад, значит, мне передали управление земельных отношений и управление имущества. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы люди, ну, не стояли в очереди в приемный день, я стараюсь каждый день принимать тех, кто вот пришел в администрацию для того, чтобы действительно решать проблемы. Потому что, ну, в общем-то, есть отказы где-то и обоснованные, а может где-то отказы совершенно несправедливые. Мы даже буквально взяли вот недавно анализ и посмотрели, сколько заключено договоров аренды земельных участков за 3 месяца этого года и сколько было за прошлый год за весь. За прошлый год за весь было заключено 536 вот так вот договоров, за первый квартал уже заключено 300. То есть больше половины, да? Больше половины. За четвертую часть года, да? Да, мы же сделали, то есть мы поняли так, что, во всяком случае, я стараюсь донести это до подчиненных, что вот не надо гонять жителей, а надо им оказывать содействие. И, соответственно, я понимаю, что вот эта цифра, это большая работа, большое напряжение для подчиненных, потому что, ну, в принципе, принять жителей, каждого выслушать это довольно-таки сложно, плюс не все жители уходят довольны, потому что, ну, мы не все можем помочь, да? Поэтому это сложно. Имущество. Вот на сегодняшний день, значит, Сергей Викторович поставил задачу, мы сейчас должны объявить конкурс, купить 12 квартир для сирот, которые, соответственно, каждый год получают. Вот мы сейчас тоже, буквально на той неделе будет конкурс объявлен, ведем переговоры со стройчиками, чтобы нам хорошее жилье они у нас закупили, чтобы наши сироты были не обижены. Сергей Викторович поручил, буквально в пятницу мы с ним едем в стильные кухни к руководству, которые уже не один год ставят мебель на кухню. И, в принципе, мы едем с ними договориться, чтобы они эти 12 квартир тоже устроили мебель на кухню. В принципе, есть понимание. Есть понимание включения сертификатов на молодым семьям на привлечение жилья. То есть жить на месте не стоит, и, соответственно, конечно, объемов большие народу приходит много. Но я еще раз говорю, что всегда был открыт и буду открыть дальше для всех. Спасибо, Владимир Николаевич, и за ответы на вопросы, за то, что нашли время прийти в студию к нам. Как обычно, остается только пожелать вам успехов на новом поприще, хотя, наверное, оно такое же старое и знакомое, как и было. Ну, прежде всего, конечно, хочу сказать спасибо всем жителям, которые действительно верят нам. Нам не только мне, а вообще всем чиновникам, которые работают в администрации. Есть, может быть, плохие, не знаю. Но в основном все у нас руководители. Мы желаем того, чтобы оказать содействие и помощь нашим жителям. И все болеют за общее дело. Так точно. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня был советник-эксперт главы городского округа Щелкова по вопросам ЖКХ и развития территорий Владимир Канахин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова